Как общество отреагировало на участие в гей-параде ирландского премьера и чем закончилось похищение британской топ-модели? Об этом и не только в нашем обзоре. Пятеро человек погибли в результате аварии рейсового автобуса в Турции. 36 ранены. Всех пострадавших госпитализировали. Трагедия произошла в провинции Амасья на севере страны. Транспорт частной компании ехал из Стамбула в Самсун, но в районе города Марзефон водитель потерял управление. Автобус съехал с трассы и перевернулся. Причины аварии пока неизвестны. Премьер-министр Ирландии Лео Вороткар посетил гей-парад в Великобритании. В ЛГБТ-марше он поучаствовал во время своего первого официального визита в Северную Ирландию. Такой шаг Вороткара уже успели раскритиковать некоторые британские политики. Сам премьер подчеркнул, пришел на марш для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку и отметить равенство всех перед законом. Напомню, Лео Вороткар стал первым геем на посту главы ирландского правительства. В Италии уроженец Польши Лукаш Херба похитил 20-летнюю британскую модель. Когда узнал, что у нее есть двухлетний сын, вернул обратно. Злоумышленник заманил девушку на фотосессию в Милан. На вокзале напал на нее, потом накачал наркотиками. Неделю удерживал в плену и пытался продать за биткоины. Когда узнал, что дома пленницу ждет маленький ребенок, сам отвез ее в консульство и сдался полиции. На Филиппинах 2000 матерей в течение минуты одновременно кормили своих младенцев грудью. Таким образом, хотели привлечь внимание к грудному вскармливанию для защиты здоровья ребенка. Организаторы флэш-моба, местные правозащитники, надеялись, что удастся победить мировой рекорд. Но участников пришло на тысячу меньше, чем для этого требовалось. Душ для слонов устроили в зоопарке Окленда в США. Местные пожарные поливали животных из больших шлангов. Власти пригласили их, чтобы спасти великанов от жары. Но день оказался не таким уж и теплым. Тем не менее, слоны здорово развлеклись под душем и повеселили публику.